Вы знаете, за последние полторы сотни лет эта болезнь поразила большее количество мужчин, чем их погибло во всех войнах и вооруженных конфликтах за всю историю человечества. Я говорю о снижении потенции и об импотенции. Безусловно, каждый мужчина хочет подольше оставаться активным в этом отношении, и он должен понимать, что его активность должна быть обеспечена соответствующим образом жизни. Тогда все будет в порядке, он будет доволен. Если же он будет нарушать основные законы, ну, вы знаете, нарушение законов, не знание закона не освобождает от ответственности. Поэтому я вам предлагаю рейтинг ситуаций, которые вы должны будете избегать или контролировать, чтобы потенция оставалась активной на долгие годы. Итак, в рейтинге номер один это, безусловно, половая инфекция. Если вы были неосторожны, и какая-то половая инфекция начинает развиваться, вы бегом должны бежать к ближайшему доктору, который должен назначить курс антибиотико-терапии широкого спектра действия. Если вы назначите эти антибиотики вместе с какими-то фитопрепаратами, которые ущили действие антибиотиков, с гарантией инфекция закроется, и острая простатит останется просто как недобрая память о таком, знаете, неосторожном прошлом. И все. Если же вы будете думать идти-не идти, доктор будет думать назначать-не назначать, или вы попробуете просто какими-то дедушкиными советами полечиться, скорее всего, острый простатит перейдет в хронический. А что это говорит? О том, что остается инфекция, остается иммунитет. И стоит вам каким-то путем снизить свой иммунитет, инфекция осталась сверху, она обострилась. И регулярные обострения хронического простатита будут о себе напоминать. Вот в этой ситуации назначать антибиотики, ну, перспектива очень малоутешительная. Почему? Потому что падает уже вместе с бактерией, падает иммунная система, и возникает проблема. Хронический простатит начинает лечиться при каждом тихе, при каждом шаге влево-вправо обострение хронического простатита. Конечно, и в этой ситуации можно делать, то есть что можно делать, инфекция осталась, потому что у вас единственный вариант поддерживать иммунную систему. Я знаю, как поддерживать иммунитет так, чтобы хронический простатит вас не тревожил, и чтобы потенция, которая с ним связана, не постепенно не снижалась. Фактор номер два. Это стресс. Безусловно, в стрессе половая система не нужна, поэтому, когда мужчина попадает в стрессовую ситуацию, половая система выключается. Если хроническая стрессовая ситуация, ну, соответственно, хроническое состояние. Ну, в свое время я так потерял семью. Потом, когда понял, индусы говорят, только не сведущий сердится, а мудрый понимает, когда я понял ситуацию, потенция восстановилась, семья, увы, нет. Разбитый горшок его не склеишь, поэтому, ну, так есть, как есть. Фактор номер три. Курение. Казалось бы, где Рим, а где Крым. Все очень просто. Любой курящий человек имеет хронический бронхит. Исследованиями установлено, что во время обострения бронхита, оно у курящего есть постоянно, половые гормоны снижаются в 10 раз. Мужкие половые гормоны имеются в виду. Чем отличается мужчина от женщины? Мужчины больше мужских половых и меньше женских. Стоит хорошо подавить половые гормоны мужские, остались женские. Женские гормоны потенцию не поддерживают. Поэтому курение, в принципе, это один из самых коротких путей в импотенцию. Поэтому думайте, как курить, сколько курить, с кем курить, когда курить, вместо чего курить. Или что делать вместо курения. Фактор 4. Избыточный вес. Что такое избыточный вес? Когда накапливается жировая ткань, мужские половые гормоны, которые у мужчины в изобилии, попадают в жировую ткань и превращаются там женские. И что получается постепенно? Идет вираж изменения гормонов. Вроде как по паспорту мужчина, а по гормонам женщина. Ну, внешние признаки это животик, это грудные железы, которые по форме напоминают молочный. Поэтому это тоже один из факторов. Лечение ожирения, это непростая ситуация, но ее нужно проводить грамотно. Как только вы начинаете снижать вес, жировая ткань начинает растворяться, капли жира попадают в кровь, выводить их должна печень. Если печень вы не активировали перед этим, забивается печень, жировой гепатоз, стеатогепатит, и это с гарантией. То есть, жировая ткань может уменьшиться, а потенция сохранится. Поэтому тут нужно понимать, как делать правильно. Фактор 5. Это экология. Да, ну тут никуда не денешься. Это та же половая инфекция, только такая легенькая, вяленькая, которая из-под воль подтачивает организм и фактически постепенно снижает потенцию. Почему это имеет большое значение? Потому что простата, она от крови отделена барьером. Но этот барьер имеет свои пределы возможности. Пока небольшая интоксикация, барьер держится. Только интоксикация посильнее, барьер пробивается. И без половой инфекции развивается хронический простатит. А вы уже знаете, что хронический простатит это номер один в снижении потенции, в импотенции. Что еще имеет значение? Ну, безусловно, алкоголь. Но! Алкоголь не всякий. Вы знаете, ну, последних лет 25 я достаточно регулярно использую алкоголь в своем рационе питания небольшими дозами, примерно 100-150, редко больше. Не жалуюсь. Вот если будете перебирать, да, перебор с алкоголем автоматически гробит потенцию, поэтому тут нужно, конечно, безусловно, контролировать. Когда мужчина попадает на алкоголь, когда у него присутствует хронический стресс, он тоже пытается от фактора номер два уйти таким путем, но он выходит из стресса в алкоголизм, а импотенция, как была, так и остается. Поэтому берегите себя, пейте алкоголь правильно и в реально разрешаемых дозах. Следующий фактор это биологический возраст. Вот все вот эти вот факторы, которые я обозначил в начале, к чему они приводят? Они приводят к тому, что организм постепенно изнашивается, он не успевает восстанавливаться. А потенция это фактически отражение биологического возраста. И не нужно смотреть себе в паспорт. Паспортный возраст и биологический возраст это две большие разницы, как говорят в Одессе. Вы знаете, когда человек активен в 70-80 лет, я понимаю, что его биологический возраст значительно меньше в этой системе. Я понимаю возраст того 20-30 летнего мужчины, который жалуется на снижение потенции. Я понимаю, его паспортный возраст существенно отстает от биологического. Он уже давно на пенсии, а на пенсии, вы знаете, там половая система активно работать и не может. Поэтому очень важно контролировать биологический возраст, то есть вести здоровый образ жизни. Если вам нужна более подробная информация, контакты вы видите, обращайтесь. Восьмой фактор это питание. Очень важный момент. Почему? Потому что, знаете, как вы лодку назовете, так она и поплывет. Как вы накормите свой организм, так он будет работать. А половая система она получает хорошо, кровь, питание получает в более молодом возрасте, а постепенно потом переходит на более такой скромный режим. Если биологический возраст посерьезнее, то, сами понимаете, она переходит на этот скромный режим раньше. Нередко люди обращаются в 20-30 лет. Помогите поднять потенцию. Да, нужно устранять, нужно смотреть, какие факторы есть и максимальное возможное количество из них устранять. Фактор девятый, самый сложный. Вы знаете, это авось. Вы знаете, многие рассчитывают, что авось где-то будет рядом и это просто так получилось, не получилось. Вы знаете, авось очень сегодня много имеет работы, много людей ведут непонятный образ жизни. Авось всегда занят. И знаете, авось пронесет, не всегда пронесет. Многие мужчины терпят до последнего. Но вы знаете, тут до последнего это имеет горькую иронию. Потому что, когда снижается потенция, терпит, а вдруг восстановится само, когда исчезло, тут уже дотерпел. Поэтому не терпите снижение потенции. Если вы не уверены в своих силах, если вы понимаете, что хотелось бы потенцию улучшить, усилить, а если вы потеряли, то вернуть. Вы видите контакты, обращайтесь. То есть, мы с вами разберемся в тех особенностях вашего образа жизни, которые мешают вам иметь хорошую мощную потенцию. И, во всяком случае, хотя бы один шаг назад вы сделаете по биологическому возрасту. То есть, многие из импотенций могут перевести в снижение потенции. А в снижение потенции может вернуться в нормальное, обычное состояние. Важно только это совершать, делать все правильно. Поэтому, если вас интересует такая перспектива, если вы не хотите идти в импотенцию, а хотите все-таки идти в хорошую потенцию, контакты вы видите, обращайтесь. Продолжение следует...